Проезд большегрузному транспорту запрещен. Такие дорожные знаки недавно появились на некоторых участках Тираспольского шоссе. К примеру, на въезде в Парканы и не только. Жара набирает обороты. Подобные меры сотрудники госавтоинспекции предприняли для того, чтобы уменьшить нагрузку на проезжую часть на некоторых участках дороги. С 18 июня 2020 года в селе Парканы на пересечении улиц Тираспольское шоссе Ленина, Тираспольское шоссе Карла Маркса, а также на автодороге Парканы-Бычок были установлены запрещающие дорожные знаки. Движение грузовым автомобилям запрещено с массой свыше 12 тонн. Водители таких транспортных средств, направляющихся в сторону села Бычок, должны двигаться по Тираспольскому шоссе до ресторана Фэйшор, повернув налево на объездную дорогу. Сергея Бойко хорошо знали в городе и республике. Как сотрудник бендерской милиции, он одним из первых принял на себя огонь кишиневских агрессоров 1 апреля 92-го. Сергей оказался единственным, кто выжил после обстрела опоновцев. За полтора года он пережил 8 операций. Врачи извлекли из тела 11 пуль и 28 осколков. Несмотря на полученные ранения, он еще 17 лет продолжал нести службу в милиции. Как считал он сам, офицер должен с гордостью и достоинством нести свое звание. Решительный, инициативный, целеустремленный. Именно таким был Сергей Васильевич. А еще честным и отзывчивым. Всегда с теплом и добротой относился к людям. Церковная панихида прошла в Александроневском храме. С давних времен именно оттуда провожали в последний путь защитников Отечества. Хоронили героя с воинскими почестями. В торжественном марше идут последователи Сергея Бойко. Молодая смена правоохранителей. Виталий Фирсов к началу боевых действий служил во 2-м батальоне Бендерской республиканской гвардии. Ему было всего 18. В ночь на 23 июня 92-го более 200 гвардейцев и ополченцев двинулись с Хамутяновки в сторону Тирасполя. Произошла роковая случайность. Возле крепости колонну машин, ехавших с выключенными фарами, защитники приняли за противника и открыли шквальный огонь. Надежда Зуева, участница рельсовой войны, 92-го года. Говорит, не могла не прийти на помощь защитникам Бендер. Готовила для них еду. Сын еще школьником пошел в ополчение. Был ранен. Тот трагический июнь навсегда останется в ее памяти. Это, как говорится, наша была беда. Потому что я сама с рельсов была в Загорисполком. А в ТСО в последнее время уже в 2001 году только пошла на пенсию. Погранотряд потом встал. А как не прийти? Наши люди погибали. ТСОшников сколько погибло тоже. Постоянно мы ходим на кладбище. Сюда обязательно каждый год. Слава Богу, из близких у меня никто не погиб. У меня сын воевал. Ему было 15 лет. Он пошел со мной. В памяти роковой ошибки на улице Панино установлен мемориальный знак. Уцелели тогда лишь немногие. 48 человек погибло на месте. 120 ранено. 25 из них впоследствии скончались в госпитале. Каждый год сюда приходят родственники и друзья погибших. Сослуживцы, руководство и жители города, чтобы отдать дань памяти павшим. После минуты молчания в памяти погибших бойцах была отслужена лития. Под ножью памятника легли живые цветы. Минуло 28 лет. Но главная задача сегодня сохранить память о войне, чтобы она никогда не повторилась. Конная рота Министерства внутренних дел. На плацу сотрудницы различных подразделений МВД. Теперь это будущий конный отряд. Утро здесь для всех начинается строго по распорядку. Сначала приветствие лошадей. Лакомства в виде морковки или кусочка ржаного хлеба допускаются. Подкупить животное можно и мятным леденцом. Попрошайте. Нет, это мой любимчик. Затем лошадей выводят из конюшни почистить, перечесать, оседлать и проверить всю амуницию. Важные процедуры перед занятиями. Как правильно надеть седло и что такое подпруга? Какой длины должны быть стремена? Всему этому будущих наездниц обучают с первых минут знакомства с лошадью. Смуглянка Микада – очень грандиозная и покладистая лошадь. Девушки говорят, обучаться посадке и управлению на ней одно удовольствие. Тренировки для будущих наездниц конного отряда интенсивные. Времени мало. Всего лишь за два месяца сотрудницы милиции должны освоить навыки верховой езды. И что немало важно, найти тонкую взаимосвязь с животным. У многих девочек уже получается правильно держать повод, работать шенкелем и двигать лошадь. Не все лошади у нас поддаются молоденьким, новеньким девочкам, потому что они привыкли к мужской руке в основном, а тут больше девочек. Немножко лошади сами в замешательстве, но в дальнейшем, я думаю, у нас будет просто идеальная пара. Пока занятия проходят только на нескольких служебных лошадях под пристальным присмотром инструкторов. За короткое время девушкам надо успеть отточить умение правильно держаться в седле, управлять лошадью на шагу и останавливать ее. После за каждой наездницей закрепят лошадь индивидуально. Дальше уже будут самостоятельно девочки учиться ездить, то есть без помощи корды, чтобы у них отрабатывалась и посадка, и уверенность. Дают надежды наши сборные? Конечно. Все справятся, все девочки умницы. Надеюсь, что все дойдут до конца. Ответственность и соблюдение правил безопасности во всем. Режим и дисциплина жесткие и строгие. Упорные тренировки с самого раннего утра и до вечера. И уже 2 сентября конный отряд МВД торжественно примет участие в параде, посвященном 30-летию республики. Тираспольский юридический институт МВД ПМР проводит набор абитуриентов научную форму обучения по специальности «Правоохранительная деятельность». В распоряжении курсантов учебная база семи кафедр, криминалистическая лаборатория, компьютерные классы, общая и специальная библиотеки, спортивный комплекс, классы по огневой и автомобильной подготовке, высшее юридическое образование по программам государственного стандарта третьего поколения. Обучение бесплатно. За справками обращаться в органы внутренних дел по месту жительства или по адресу город Тирасполь, улица Шевченко, 95, 9. Телефоны для справок 53240 50733. Официальный сайт института – www.tuepmr.idconet.com. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова